Сабнафтика 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 Даже по мнению разработчиков Это игра про исследование После крушения вы оказываетесь в спасательной капсуле Посреди бескрайнего океана Вы ничего не знаете о планете на которую попали Но в распоряжении у вас есть Высокотехнологичные инструменты Изготовитель, строитель, нож в конце концов А заодно и сканер Который может рассказать вам обо всем на свете Главное поднести его достаточно близко К объекту который вы хотите изучить И на вашем КПК окажется информация о нем Это работает не только с предметами Животными или растениями Но и даже с местностью в которую вы будете попадать Поэтому мой первый совет Всегда когда в правом нижнем углу Загорается значок сканера Ищите предмет на который он указывает Сканируйте его и смотрите описание Ведь именно подобное изучение позволяет понять мир Глубже погрузившись в его историю На примере всего одной маленькой ребешки Которую мы будем встречать в разное время И в разных местах мы сможем узнать Историю гибели и спасения этого мира Также кое-что важное и очень Нужное про себя Более того Скан позволяет считывать не только новую информацию Но и восстанавливать утраченные Прикрушения чертежи технологий Так что сканируйте не только местную флору и фауну Но и обломки нашего корабля Изучая недоступные ранние технологии А если искать усердно То можно получить многие технологии Даже задолго до того Как они вам будут доступны По условному сюжету Значительно облегчая ваше выживание Так что запомните Сканер ваш обязательный друг на всю игру Совет второй Собирать Не секрет что сабнафтика Помимо своей главной исследовательской идеи Также является симулятором выживания А значит вам придется есть, пить, спать по желанию Создавать инструменты И даже строить базу Для всего этого потребуются ресурсы Которые первое время будут буквально плавать И валяться у вас под ногами И для вас же лучше если эти ресурсы Перестанут быть бесхозными А будут надежно храниться в вашем инвентаре И тогда вас не будет ждать внезапная смерть От истощения или жажды А крафт незаменимого инструмента не станет проблемой Более того Очень важное дополнение Никогда не думайте что у вас слишком много каких-то ресурсов Поверьте Даже если вам сейчас кажется Что семена этого бесполезного растения вам не нужны Рыба и океан и так полон А от титанита уже все карманы ломятся Все равно подбирайте Потому что потом выращенные на этом растении плоды Будут одним из базовых ресурсов Собранная ранее рыба Станет спасительным глотком еды и воды А титанит вообще главный строительный ресурс Который расходуется быстрее Чем воздух в вашем кислородном баллоне Его никогда не бывает много Совет третий Строить Пожалуй это самый главный и базовый из очевидных советов Который включается о миллионе очевидных применений В начале игры У вас есть спасательная капсула Там есть необходимый минимум 3D принтер Аптечка Небольшой склад Радио и немного провианта Но вскоре вы понимаете что этого мало Что вам нужно поставить улучшатель Что некуда складывать ресурсы Что нужна дополнительная энергия А значит место под тепло Био и ядерный реактор Что хотелось бы попить чистой водичкой А не пользоваться постоянно антисептиком Или выжимать бедных рыбок А значит нужна водоочистительная станция Что хотелось бы например построить аквариум Большой это же в 10 Чтобы не гоняться за рыбкой А она всегда была при тебе А еще хотелось бы маленький садик развести Ну чтобы под рукой всегда была сочная дынька И луковое дерево А ведь еще потом нужно сухой док куда-нибудь Вставить для мотылька с крабом Да и сканирующая комната обязательно нужна Что уж говорить о простом желании выспаться Кровать ведь тоже куда-то нужно ставить Так что вывод прост Нужно строить свою базу И чем раньше это начать делать Тем проще станет жизнь Ибо постепенно она наполнится Всем вышеописанным Решая проблемы ночи Голода Жажды Поиска И самое главное Место хранения ресурсов Вопрос лишь в том Куда ее ставить Около капсулы На глубине Или ближе к авроре Тут однозначного ответа нет Зато у меня есть еще советы Которые в итоге помогут Выбрать лучшее место Совет 4 Ломать Все что вы построили С помощью инструмента строитель Вы можете в любой момент И совершенно бесплатно Без лишних затрат Разобрать И перенести в другое место Еще раз Вы не теряете ресурсы С которых что-то создали Даже частично Все что вложили Все можете получить Обратно Просто разобрав Собранный предмет А это значит Что в любой момент Вы можете свернуть свою базу Вернуть нажитые Кровью потом ресурсы И спокойно Перекочевать в другое место Также это позволяет Не беспокоиться О перестройке базы Или неудачно поставленной Комнате И даже внутреннего убранства Это выгодно Отличает сабнафтику От других подобных игр Где обычно Возвращается только часть ресурсов Совет пятый Нужное Брать с собой Представим ситуацию Вы все вокруг изучили Отсканировали Построили базу И решились на вылазку Подальше И поглубже Что вам для этого нужно Конечно же глайдер Чтобы побыстрее плавать Без него точно никуда И конечно же Как можно больше свободного Места в инвентаре Чтобы впоследствии Забить его найденными Ресурсами Так или как то так Думают только тем Кто не умирал В подводных дебрях Неизвестной пещеры От нехватки кислорода От голода Или жажды А то и от печали Перед заваленной обломками Или запечатанной дверью Которую можно было бы Открыть с помощью Специального инструмента Поэтому Совет У вас всегда при себе Должен быть необходимы Минимум инструментов И запас продовольствия Чтобы не умереть От истощения И открыть дверь К новой важной технологии Лучше уж иметь На пару свободных ячеек Меньше Чем глупо оффнуться И потом пытаться Отыскать нужное место На глубине тысячи метров Без каких-либо Опознавательных знаков Совет шестой Развиваться Крафты в игре Сабнафтика Выгодно отличаются От многих других Подобных игр Где зачастую можно Что-то строить Или создавать Только ради самого Процесса создания Тут же он очень органичный Функциональный И полезный Примерно 90% Всех предметов Которые можно скрафтить На начале игры Вы будете использовать До самого конца А значит Если какая-то штукенция Стала доступна Для крафта Вам ее стоит Обязательно собрать И попробовать Скорее всего Она сделает вашу игру Как минимум легче А то и вовсе Откроет проход В ранее не изученные места Самый хороший пример Такой важной И очень нужной технологии Это радиомаяк Который можно оставить В любом месте Подписать И эта точка Всегда будет у вас В прямой видимости Я например Ставил маячки У входов в пещеры И писал на них Какие редкие ресурсы Там можно найти Это очень удобно Когда запасы На базе заканчиваются Совет 7 Не вести себя опрометчиво Планета На которой нам приходится Выживать И которую нам предстоит Исследовать Далеко не самая приветливая И чем глубже вы опускаетесь Тем опаснее она становится Для начала Постоянно следите За прочностью базы Так как она Подвергается деформации Из-за высокого давления В океане Переборщите со стеклянными Или ненадежными поверхностями И база будет затоплена Также старайтесь не строить Ее около крупных Морских обитателей Они легко Могут случайно Или намеренно Нанести ей урон Что также приведет к потопу Не забывайте ставить Фундамент Переборки И укреплять базу Далее Будьте внимательны При изучении местной фауны Рыбки тут бывают Не только безобидные И маленькие Которых можно съесть Зажарить или засолить Но и крупные Которые могут попытаться Съесть уже вас Хотя на самом деле нет Вы довольно странное для них существо И специально охотиться За вами никто не будет Но вот если вы зайдете На их территорию Подойдете слишком близко С целью посмотреть Или отсканировать То вам уже не избежать Их острых зубов Яда Взрывов Электрических разрядов Или чего похуже От дурманящего гипноза До телепортации Так что будьте внимательны Осторожны И держите при себе Пару аптечек На случай подобного нападения Впрочем Целью монстров из глубин Зачастую будете становиться Не только вы И даже не столько мелкий Незаметный вы Сколько ваше Привлекающее внимание И спускающее Яркий свет И шум техника Будь то мотылёк Краб Или даже циклоп Такие монстры могут Легко разрушить ваше Транспортное средство Даже заметить не успеете Потому старайтесь Не светить лишний раз Не шуметь Знать путь к отступлению И всегда иметь при себе Ремонтный инструмент Это не раз спасет жизнь Вашему транспорту Совет восьмой Защищаться Когда уходит страх Приходит понимание Несмотря на то Что те Кто снабжал вашу экспедицию Позаботились Чтобы в инструментарии Не было прямого Летального оружия После кое-какого инцидента А значит вы не сможете Аннигилировать Вон того вон ската Который вчера уничтожил Ваш верный мотылёк Некоторые инструменты Все же можно использовать Как минимум Для самообороны Что позволяет Отпугнуть морских тварей От царского тела Или его техники Например У вас есть нож Им можно не только Убивать рыбешку Или собирать ресурсы В том числе семена растений Ну и хорошенько так Отгонять всяких тварей От вас Главное Пару раз нанести удар В область головы Улучшите этот процесс Собранной стази с пушкой Которая заставляет Замереть все В определенной области Комбинируйте заморозку С ножом И любая подводная тварь После такого приветствия Долго не подойдет к вам Ну и не забывайте Про гравипушку Разбирать завал Ей конечно приятно Но всегда можно Кусок очередной арматуры Не просто выбросить Но и направить ее Перед этим На неугодную вам Морскую тварь А то и вовсе подцепить Самого монстра Превратив его В беспомощное существо Совет Девятый Ищите неочевидную выгоду Не все морские твари Опасны и бесполезны Возьмите несколько Одинаковых рыбешек Засадите их В большой аквариум Добавьте немного Водорослей И вуаля Теперь у вас есть Неиссякаемый источник Не только красоты Но и еды Сталкеры Хоть и кусающиеся твари Но в свою очередь Обожают таскать Отовсюду металлолом И собирать его кучками А значит для вас это Практически неиссякаемый И отчасти восполняемый Источник Титана Они даже расширяют Ареал своего поиска Если не находят Поблизости металлолом Левиафан Таптун Отличный способ Не только получить Постоянный доступ К ценным ресурсам Которые они выкапывают Пускай и имея возможность Получить по лицу Его конечностями Но и лицезреть Отличный вид Из окна своей базы А левиафаны Рифа спины Так и вовсе просто Кладясь полезностей На своих спинах От никелевой руды До кианита В самом начале игры На спине такого гиганта Построил бы свою Маленькую плавучую базу И таких приятных И полезных сожителей Очень много Ищите Ну и наконец Последнее Не торопитесь Сабнафтика Это скорее Про атмосферное исследование Чего-то неизведанного Нет абсолютно Никакого смысла Бежать по сюжету Сломя голову Беспечно погружаясь В пучины моря Его тут не очень много Но чтобы его понять И насладиться в полной мере Нужно сначала Проникнуться миром Изведав его Потаенные секреты Каждый новый Необычный биом Вызывает удивление И восхищение Каждая новая база Пришельцев Интересы Предвкушения Каждый новый подводный монстр Страх и оцепенение Я уже прошел игру И кажется изучил Все что она могла мне дать Но мне все равно Хочется еще Так что Не спешите Наслаждайтесь Ею в полной мере В итоге Мой последний совет Оказался напрямую Связан с первым И как наш главный герой Упав из космоса В космос в итоге Вернулся А император рожденный В песке Вернется в него Так и начав с изучения Заканчивать Стоит Им же Кстати приятный Бонус внимательным Исследователям Пороздя просторы океана Можно наткнуться на капсулы Времени с кучей полезного Лута Который оставили те Путешественники Которые уже покинули Этот мир Вплоть до всякого снаряжения Доступного ближе к концу Игры И крайне полезного В начале Возможно Кому то мои советы Оказались полезными Но думаю большинство Просто смогло вспомнить Прекрасную игру Которую когда то прошли Возможно даже Обретя желание Перепройти ее снова Что ж Давайте тогда на этом Не будем заканчивать И уже завтра Я расскажу вам о еще Десяти советах Но на этот раз Не совсем очевидных О которых не рассказывает гайд И до которых я додумался сам Но которые делают Сабнафтику Немного интереснее И необычнее Иногда даже раскрывая ее С новой стороны Впрочем Пока же на этом все И всем спасибо за просмотр Если ролик Понравился То не забывайте Поставить лайки И подписаться на канал Также буду благодарен За оформленную Спонсорскую подписку И оказанную Этим поддержку Ну а я не прощаюсь Хорошего настроения И еще Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры